Что происходит при нехватке витаминов группы В и как с этим бороться? Частые перепады настроения, бессонница, апатия, снижение концентрации внимания и работоспособности ваши частые спутники? Волосы стали тусклыми, ногти ломкими, а кожа шелушится и потеряла упругость? Простуда донимает вас и зимой и летом? В пору задуматься об авитаминозе, а именно о нехватке витаминов группы В, отвечающих за слаженную работу всех систем и органов человека. Важно отметить, что все витамины группы В не являются водорастворимыми и не накапливаются организмом. По этой причине их запасы должны ежедневно пополняться с продуктами питания. О том, как проявляется дефицит витаминов группы В и как его восполнить, и пойдет речь далее. Признаки нехватки витаминов группы В Сразу отметим, что витамины группы В не встречаются в природе по одному. Они обладают схожими функциями, поэтому и их дефицит имеет общие симптомы. Какие же признаки указывают на то, что ваш организм недополучает витамины комплекса В, в которые входят витамины В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12 и В17? На дефицит перечисленных витаминов в первую очередь реагирует кожа, которая становится сухой и обезвоженной. Шелушение кожи, сопровождающийся покраснением и зудом, появление угревой сыпи, пигментных пятен и ранних морщин – повод пересмотреть свой рацион и обогатить его витаминами группы В, обеспечивающими красоту и здоровье эпидермиса. Обратите внимание также на состояние волос и ногтей. Так волосы становятся ломкими, утрачивают природный блеск и начинают выпадать. На ногтевых пластинах появляются белые полосы и точки, при этом ногти истончаются и крошатся. Потеря аппетита, влекущая за собой стремительную потерю веса или наоборот набор веса при отсутствии изменений в рационе питания также должны вас насторожить. При нехватке витаминов группы В нарушаются обменные процессы в организме, что может проявляться головными болями, головокружением, длительно не проходящей тошнотой и даже рвотными позывами. Витамины этой группы активно участвуют в расщеплении жировых клеток, поэтому их недостаток может стать одной из причин ожирения. Если у вас наблюдаются проблемы с памятью и мышлением, если с утра вы испытываете усталость и апатию, а вечером не можете уснуть, если раздражаетесь без малейшего на то повода, а ваше настроение меняется со скоростью света, впору сдать анализы на витамины группы В. Игнорирование перечисленной симптоматики и может привести к развитию депрессии. Нарушение кровообращения – еще один признак авитаминоза, спровоцированного нехваткой витаминов комплекса В. Поэтому если у вас немеют руки, вы ощущаете покалывание в конечностях, напоминающее ползание мурашек по телу. Если независимо от температуры воздуха у вас постоянно холодные руки и ноги, прислушайтесь к своему организму. Недостаток витамина В2 или рибофлавина, проявляющийся припухлостью век, помутнением роговицы и конъюнктивитом, может стать причиной ухудшения зрения вплоть до развития светобоязни. Надо сказать, что одной из причин развития таких серьезных заболеваний, как сиборея, дерматит, фурункулез, анемия и гласит, воспаление языка, также является дефицит витаминов В. Тахикардия, скачки давления, шум и звон в ушах, одышка, даже при легких физических нагрузках и повышенное путаотделение – признаки нехватки витаминов В3 и В7. Нарушение работы опорно-двигательного аппарата, мышечные боли, а в запущенных случаях ночные судороги, нижних конечностей и двигательная заторможенность – вследствие недостатка витаминов В6, В7 и В8. Частые простудные заболевания, вследствие ослабления иммунитета, недополучающего необходимые для полноценного функционирования витамины – это серьезная проблема, с которой все чаще сталкиваются и взрослые, и дети, а виной всему также могут стать витамины группы В. Конечно, можно возразить, что все перечисленные симптомы подходят под огромное количество заболеваний, и это будет вполне справедливо. Подтвердить или опровергнуть свои подозрения в случае с дефицитом витаминов группы В достаточно легко. Для этого достаточно пересмотреть свое питание и ввести в рацион продукты, которые обеспечат организм данным комплексом витаминов. Но помните о том, что признаки недостатка и переизбытка витаминов группы В очень похожи, поэтому настоятельно рекомендуем посетить врача, который на основании проведенных лабораторных исследований установит точную причину вашего плохого самочувствия. Витамины группы В в продуктах Список продуктов, которые помогут восполнить дефицит витаминов группы В, достаточно обширен, благодаря чему каждый может составить для себя идеальное меню, которое будет не только полезным, а еще и вкусным и доступным по цене. Рекомендуемые к употреблению продукты Семена подсолнечника, проще говоря семечки, кунжут, пшеничные овсяные отруби, соя, зеленый горох, фисташки, халва подсолнечная, арахис, красная икра, молоко, особенно сухое, красное мясо, особенно печень и почки, сушеные белые грибы, сыры твердых сортов, яйца, гречневая овсяная крупы, морская рыба жирных сортов, бобовые, чеснок, картофель, фасоль, листовая зелень, цветная капуста, брокколи, цельнозерновой хлеб, дрожжи, ягоды и фрукты. Интересные факты. Наиболее богаты витаминами В молочные продукты с высокой жирностью. При выборе мяса отдавайте предпочтение нежирным сортам, курице, индюшке, кролику, поскольку жирность препятствует усвоению витаминов В. Морская рыба содержит намного больше витаминов В, чем речная. В копченой и соленой рыбе количество витаминов В минимальное. Витаминизированная диета предполагает употребление вареных яиц, содержание в которых витаминов В практически не уступает мясу. Как сохранить витамины в продуктах? Чтобы витамины сохранялись в продуктах в максимальной концентрации, необходимо придерживаться простых правил. Используйте для приготовления блюд исключительно свежие продукты. Чем дольше овощи и фрукты хранятся в холодильнике, тем меньше витаминов в них остается. Минимизируйте термическую обработку овощей и фруктов, в процессе которой продукты теряют порядка 50% витаминов. Не замачивайте продукты, если не хотите, чтобы из них вымылись водорастворимые витамины группы В. Лучше быстро, но тщательно помойте их непосредственно перед приготовлением. Нарезайте овощи и фрукты крупно, так как воздух, вода и тепло разрушают витамины. Готовьте пищу на пару, либо запекайте в фольге, чтобы сохранить все полезные свойства продуктов. Дело в том, что во время кипения водорастворимые витамины группы В просто-напросто вымоются из продуктов. Если говорить о запекании в фольге, то данный процесс исключает контакт продуктов как с водой, так и с жирами, благодаря чему продукты готовятся в собственном соку, что и обеспечивает сохранение в блюде всех полезных веществ. Замораживание овощей и фруктов, в отличие от маринования, сушения и консервации, позволит сохранить все содержащиеся в них полезные вещества, включая витамины В. При приготовлении бобовых, богатых витаминами группы В, предварительно замочите их в холодной воде на 2-3 часа. При этом для дальнейшего приготовления используйте воду, в которой замачивались бобовые культуры, ведь в процессе замачивания горох и фасоль отдают свои полезные свойства воде. Чтобы уменьшить разрушение витаминов, продукты следует опускать в кастрюлю с уже кипящей водой, что существенно сократит время термической обработки продукта. И, наконец, самое главное правило – готовьте с душой и хорошим настроением! Субтитры создавал DimaTorzok